Геннадий Тимченко родился в Армении 9 ноября 1952 года. Долгие годы о Геннадии в России знали только немногие друзья и деловые партнеры. Сам он к известности не стремился. Зачем, если твой друг Владимир Путин? А торговать российской нефтью через свои компании Kinex Игнвор Тимченко всегда предпочитал на Западе. Еще в 1990 году он переехал в Финляндию работать в СП Юрлс, которая подчинялась КГБ. Когда же КГБ перестал существовать, получил финское гражданство. Потом семейству Тимченко полюбилась Швейцария, и бизнесмен стал налоговым резидентом этой страны. Жена Елена через семейные благотворительные фонды продвигала в Швейцарии культурные проекты, а дети получали хорошее западное образование. Старшая дочь Наталья окончила Оксфорд, Ксения Единбургский университет, сын Иван учится в Швейцарии. Однако в марте 2014 года идиллии пришел конец. После присоединения Крыма к России, Запад ударил санкциями по всем друзьям Путина, включая и Тимченко. Каким-то чудом бизнесмен продал долю в Гнвор своему партнеру Турбьерну Тернквисту за день до введения американских санкций. Все кредитные карты западных банков на имя Тимченко были заблокированы. И хотя европейцы вскоре разморозили счета, отношение к Тимченко резко изменилось, а его жена даже не могла какое-то время оплатить операцию в одной из европейских клиник. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Роскошные концерты Чичили и Бартоли в Версалии на Елисейских полях, которые семья Тимченко устроила осенью, репутацию на Западе не спасли. Вернувшись на родину, расстроенный Тимченко даже пообещал отдать ей свой бизнес, если понадобится. Увлечение Геннадия Тимченко. В отличие от большинства близких Владимиру Путину друзей, Тимченко так и не увлекся ни горными лыжами, ни дзюдо. При этом он был одним из первых финансистов, основанного президентом клуба «Евара Нева». Зато другое хобби Тимченко с путинским вполне совпало. Это хоккей. Через несколько месяцев после того, как Путин встал на лед, Тимченко возглавил континентальную хоккейную лигу «Аналог НХЛ». А до этого долгое время оставался спонсором петербургского клуба «СКА». Тимченко и сам часто выходит на лед. Другим увлечением миллиардера долгое время оставался теннис. В Женевском поместье колонии Тимченко даже построил подземный корт, который местные жители принимали за бомбоубежище. Тимченко – давний друг музыканта Юрия Тимирканова, чей фестиваль «Звезды белых ночей» он финансирует. Дружит с Юрием Башметом и Валерием Гергиевым. Бывшая госрезиденция на улице Косыгина в Москве, где живет миллиардер, украшена картинами художников Ткачевых. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.